Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики порадовали рулеткой на мистические контейнеры. Почему порадовали? Потому что ты точно знаешь, что тебе из этой рулетки выпадет, сколько бы раз ты её не прокручивал. Если прокрутишь полностью всю рулетку, однозначно забираешь себе мистический сертификат. И вроде бы классно, вроде бы круто, потому что оттуда можно достать себе какую-нибудь премиумную или коллекционную машину с вероятностью 100%. Но, ребят, не спешите радоваться, особенно те, у которых большое количество машин в коллекции. Вам может выпасть что-то из того, что у вас уже есть. Ну и, соответственно, получите компенсацию. В лучшем случае, если это будет десятка, и вы получите компенс 7500 голды. Чуть-чуть похуже, но всё равно довольно неплохо, если это будет девятка. И если это будет, допустим, премиумная машина девятого или десятого уровня, то вы получите компенсацию серебром. Что уже не сильно хорошо, но тут хотя бы ещё компенсация плюс-минус нормальных размеров, хотя тоже фонтаном не назовёшь. А вот если вы прям совсем не фартовый, то за всю рулетку, которую вы прокрутили, в конце, возможно, вы получите себе пятёрку. И даже если это будет премиумная машина, то вы будете расстраиваться ещё сильнее, нежели если это будет коллекционка. Потому что за коллекционку вы получите хотя бы 1250 голды. А вот если получите всё-таки премиумную тачку, то всего лишь лям серый, который можно вполне спокойно за, грубо говоря, там день-два нафармить на каком-нибудь премиумном танке восьмого уровня. Что касается стоимости рулетки в целом. Рулетка оказалась, на удивление, не сильно дорогой, ну, сравнительно с другими. 16 прокрутов обойдутся вам в 17987. Давайте округлим до 18000. В целом, если вы из всей этой рулетки достанете одну десятку, которой у вас не было, то вы уже будете в плюсе, потому что дополнительно наберёте себе каких-нибудь ништячков, типа иксов, ну, чего-то подобного. Короче говоря, где-то что-то как-то получится. Плюс к тому, если вдруг там выпадет какой-нибудь вам анимированный аватарчик из вот этого вот ящичка, можно достать ловец молнии, только он анимированный. И вот за анимированный вот этот аватарчик вы можете получить небольшую компенсацию в виде 10 тысяч золотом. Ну, согласитесь, довольно-таки неплохо. Что же касается ещё прикола, то здесь можно дойти до контейнера третьего уровня, если получится. Ну и плюс к тому можно получить фон профиля мистический, который меняется на 50000 голды. И такое счастье со мной случалось. Что касается меня лично, я буду крутить пока на твинке. Я про основу пока не думал. На твинке у меня 18300, и я планирую потратить приблизительно где-то 1300-1500, в зависимости от того, как дело пойдёт. Ну, а там, скорее всего, остановлюсь. Делаю это на твинке исключительно ради вас. Не потому что меня что-то интересует из этих контейнеров, потому что на твинковом аккаунте часть танков у меня какая-то есть. Что касается конкретно моей коллекции, то давайте возьмём... Ради интереса посмотрим. У меня суммарно здесь 54 танка. Согласитесь, не так уж и мало, ну и, соответственно, шансы достать повторения, ну, крайне-крайне высоки. Ну что, давайте 300 голды, прокручиваем, смотрим, что нам оттуда упадёт. Контейнеры буду открывать сразу, не буду сохранять их в хранилище, для того, чтобы к ним как-то возвращаться. Хотя порой бывает такое, что в процессе записи видео сбиваешься, и вместо того, чтобы нажать открыть, нажимаешь клавишу забрать. Ну и он автоматом качует в хранилище. Смотрим, что выпадает из мистика. Нам выпадает мистический талисман. Сколько их всего у меня? 8. Надо 15. Ещё 7 штук. Короче говоря, было бы неплохо 7 контейнеров открыть, чтобы хотя бы один контейнер открыть второго уровня. Но, с другой стороны, до 7-го прокрута там тоже прилично голды надо влить. В общем, будем смотреть по обстоятельствам. Сейчас попытаюсь догадаться. Скорее всего, будет мистический контейнер. Блин, я угадал, ребят, мистический контейнер. Классно. Абсолютно непредсказуемо. Знаете, такая интрига просто бешеная. Смотрим. Ничего, ничего толкового, ничего нормального. Вот сейчас я слил... Сколько там получается? 600 с копейками голды, да, ребят? И слил их, в принципе, ни на что. Вот сейчас будет уже 1000 золотом суммарно потраченных. И пока я прибыли вообще никакой не вижу. То есть я ничего не получаю. Я получаю вот только сами контейнеры, да, и это единственная радость. Ну, а что касается того, что в них находится. Ну, ребят, серьезно. Ну, окей, хорошо. 100 голды. Вау. Окупился. Я получил опять-таки мистический талисман и сертификат на 200 единиц свободного опыта. Это целых 400. Потому что выпало мне их целых 2. Ну, согласитесь. То есть довольно-таки круто получается. И действительно потраченная мною голда стоит того, чтобы платить этой голдой за такое огромное количество свободного опыта. Ну, мало ли. Может, я сейчас дошучусь до того, что мне тачка какая-то выпадет. Цирк будет, если сейчас у меня на твинке выпадет танк, которого у меня нет на основе. И, в частности, если это будет, допустим, коро или 66-я ПТ-ха, то, ну, блин, не знаю. Я расстроюсь прям просто до безобразия. А, 66-я ПТ-ха же не выпадет. Ее нет, по-моему, в мистике. Надо будет сейчас глянуть ради интереса. Есть там моя мечта ПТ-шная или нет? Еще один мистический контейнер. Круто. Прям, слушайте, мистиками сегодня прям сыпет и сыпет. Вот, вообще просто на ура. Сколько я уже собрал. Ребят, пока ставлю, короче, тогда перед собой цель. Так, чтобы понимать, где мне останавливаться. Хочу глянуть в отношении десяток. Цель себе ставлю, короче, остановиться просто, когда наберу до контейнера второго уровня. Все, на этом я выхожу из этой богадельни однозначно. Ну, вот моя мечта коро здесь присутствует. Ну, понятное дело, что мою ПТ-шку, новую мечту сюда не положили. Ну, рановато еще ей появляться в мистиках. Но рано или поздно, я уверен, что разработчики ее туда вполне спокойно добавят. Ну что, ребят, слушайте, в голде пока ухожу в минус. А толка вообще никакого в плюс. Вот полностью. Полностью не понимаю. Многие, кстати, писали в комментариях, что мистики очень сильно разработчики подкрутили. Точнее, открутили назад. То есть, сделали такой, каким кажется, финт ушами. Они сначала сделали мистики крайне выгодными. Из них постоянно кому-то что-то выпадало. Ну, а потом урезали мистики, чтобы шансы выпадения с мистического сертификата из них оставались номинально те же самые. Но, по факту, выпадало реже. Пишите свое мнение в комментариях на эту тему. Насколько вы ощущаете вот эту вот разницу в качестве мистических контейнеров по сравнению с тем, какими они были раньше, когда их только ввели в игру. Ну, я имею в виду в новом их состоянии. 200 голды. Просто супер. И мне не хватает одного контейнера. До контейнера второго уровня. Значит, получается, в любом случае, я прокручиваю, скорее всего, последний раз. И, честно говоря, ну вот результат, как говорится, налицо. Вообще никакого результата. Вообще никакого фана и кайфа. Два контейнера. Окей, хорошо. И да, я получаю мистический контейнер второго уровня, который мы с вами сейчас открываем. Здесь, между прочим, в два раза больше шансов выпадения какого-то танка из сертификата. Но, как видите, самого сертификата у меня нет. Поэтому, ребят, лажа полнейшая. Ничего не получилось. Зря, получается, дошел до этого контейнера второго уровня. И что нам здесь выпадает? Здесь выпадает мистический талисман. Блин. Ну, слушайте, я не знаю, ребят. Вот серьезно. У меня, получается, лажа такая. Я, получается, на данный момент слился в голде. Причем, слился, я бы сказал, ну, довольно-таки прилично. Ничего абсолютно не получив взамен. Дошел до девятого уровня из шестнадцати. То есть, в принципе, прошагал я ровно половину рулетки. Следующий прокрут. Семьсот семьдесят семь голды. И я, откровенно говоря, не вижу абсолютно никакого смысла. Идя дальше ва-банк, я солью еще больше золота. Суммарно за семнадцать девятьсот восемьдесят семь голды я все-таки заберу себе вот этот мистический сертификат. И с высокой долей вероятностью он будет один. Но я не готов платить такое количество золота за вероятность выпадения мне не десятки, а какой-нибудь там пятерки, шестерки, семерки, а уж тем более, если она еще и есть у меня в коллекции. Да бог с ним. Даже если пятерки, шестерки и семерки у меня в коллекции нет, я не готов за них отдавать такое количество золота. Я понимаю, что многие напишут мне в комментариях, что я, как обычно, зажлобился, не сливаю голду ради того, чтобы их глаза порадовать. Но, ребят, я знаю цену каждой вот этой вот золотой монете, собираю ее точно так же, как и вы, просмотрами реклам, проходя ивенты, ну и, в частности, получая от вас подарки, в которых вы мне присылаете частично это золото в том или ином виде. И, ребят, я не готов это все сливать в унитаз просто для того, чтобы кого-нибудь одного или двоих порадовать на видео, что я слил до хрена золото и у меня ничего не получилось. Вау, какое феорическое видео. В общем, что касается рулетки, я думаю, каждый сам примет решение, насколько выгодно или невыгодно ее крутить. Скажу откровенно, данную рулетку, можно сказать, выгодно крутить для тех ребят, у которых в коллекции танков очень мало. То есть, чтобы не было повторения машин, ну и, соответственно, вы увеличили вероятность выпадения той тачки, которой у вас нет. Но помните, что не обязательно это будет десятка, девятка, возможно, это будет восьмерка, которая явно не стоит 17 900 или сколько там, 18 тысяч полных. Ну и, соответственно, все, что ниже по уровню, это совсем мрак, за который отдавать такие деньги, это действительно перебор. Поэтому обязательно, обязательно хорошо все взвешивайте перед тем, как прокручивать. Мое дело показать реальные шансы выпадения. Как вы видели, я прокрутил половину рулетки, не получил абсолютно желаемого, ну а вам желаю противоположного результата, и чтобы вы достали из этой рулетки, если будете ее крутить, то чего бы вам хотелось. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.